Хочу задать вам вопрос. Что хуже, не помыть руки после туалета? Не помыть руки после того, как вы погладили собаку или кошку? Или не помыть руки после того, как вы вытерли нос? Правильный ответ, мне все равно, чем именно из этого списка вы грешите. Но, пожалуйста, воздержитесь от рукопожатий со мной и не готовьте мне сэндвич. Не-не-не-не-не-не. А если серьезно, господа, несмотря на то, что мы едва преодолели пандемию, похоже, большинство людей пренебрегают элементарными правилами гигиены. Буквально вчера мы с женой сходили в ресторан, как всегда в таких заведениях. Как только мы вошли, мы направились в уборную, чтобы помыть руки перед едой. Я обратил внимание, что мы были единственные, кто это сделал. Конечно, я наблюдал за выборкой из, наверное, всего 15 человек. И кто знает, может быть, в своих машинах они все продезинфицировали руки санитайзером. Внесем ясность, я не хочу внушить вам синдром навязчивых состояний, убеждая мыть руки по 100 раз в день. Но я считаю, что многие из нас, включая меня самого, могли бы больше внимания уделять гигиене, потому что за последние пару лет мы находились в состоянии почти полной изоляции. То есть, когда вы работаете из дома, случаются дни, возможно, недели, когда вы почти не видите людей. Вы можете ходить в пижаме, почесывать себя в любом месте, ковыряться в носу сколько душе угодно. Иллюстрация последнего пункта вам была не особо интересна, да? Давайте поговорим о плохих привычках, которые свойственны многим во время поглощения еды. Во-первых, это чавканье. Никто не хочет видеть, что у вас во рту. Поэтому всякий раз, когда вы едите, жуйте с закрытым ртом. Чтобы делать это правильно, потренируйтесь один, кладите маленькие кусочки, пережевывайте тщательно, прежде чем проглотить. Далее, не говорите с полным ртом. Некоторые из вас, ребята, думают, что это своего рода вызов. Мол, эй, я могу донести до собеседника мысль, несмотря на то, что у меня во рту половина бифштекса. Далее, поговорим о привычке облизывать пальцы. Причем, не забывайте, по умолчанию вы помыли руки. Например, вы едите шашлык, и все заляпано соусом. Остерегайтесь облизывать пальцы, потому что это не тот способ, которым следует воспользоваться, чтобы руки снова стали чистыми. Далее, поговорим о привычке вылизывать тарелку. Я считаю, что даже если еда была превосходной, большинство людей считают, подобное, показателям не очень хороших манер. Далее, привычка дважды макать еду в общий соус. Просто положите немного соуса на свою тарелку. Не окунайте свой кусочек еды в общий соус несколько раз. Многим людям такое не нравится. Перейдем к ошибкам стиля. Если вы носите очки, почаще протирайте их. Когда я вижу грязные засаленные очки, я хочу снять их с лица этого человека и хорошенько почистить их. Я даже не понимаю, как люди могут такое выносить. Выглядит это просто ужасно. Далее, заляпанная одежда. Я понимаю, что вы ее стирали. Технически она постиранная, но выглядит грязной. Когда люди видят пятна, они думают, что одежда грязная. То есть, вы носите грязную одежду, а это совсем не то, что кому-либо нравится. И особенно это касается светлой или белой одежды. Вы можете сколько угодно пытаться вывести пятно с помощью пятновыводителей, отбеливателей и подобных средств. И если пятна уже невозможно удалить, просто избавьтесь от этой вещи. Поговорим о нижнем белье, вы должны менять его каждый день. Выворачивание нижнего белья наизнанку – это не то же самое, что смена белья. Я говорю о носках, трусах и майках, которые носят под рубашку. Перейдем к ошибкам по уходу за собой. Первое – это привычка принимать душ каждый день. Кто-нибудь из вас подвергает это правило сомнению? Не знаю, для меня это элементарная вещь, но я встречал людей, которые какое-то время обходятся без душа. Понимаю, например, в Арктике и выходите на охоту на 4-5 дней. Что ж, удачи. Но для большинства из нас простой душ каждый день – это рутина. Очень важна. Далее – ваши ногти. Ухаживайте за вашими ногтями, особенно если вы девушка. Обратите внимание на ногти. Я часто видел, как многие женщины оставляют высказывания на форумах, мол, хорошо бы парням обратить внимание на свои пальцы. Ухаживайте за своими ногтями. Уход состоит из трех частей. Во-первых, почистите их. Используйте щетку для ногтей. И убедитесь, что правильно обрезаете ногти. Используйте кусачки или ножницы. Ножницы использовать лучше, но я знаю, что многие из вас ребята больше любят кусачки. Наконец, используйте пилку для ногтей. Когда подпиливаете ногти, идите в одном направлении. Стальная палка подойдет, а стеклянная даже лучше. Есть люди, которые грызут ногти. Понимаю, это плохая привычка. Можно купить лак, который наносят на ногти. Зная, звучит не очень по-мужски, но, господа, грызть ногти гораздо хуже. Этот лак ужасен на вкус, если покрыть им ногти. Вообще, я бы порекомендовал сделать маникюр. Дело в том, что, когда вы тратите деньги на ногти, потом вы не будете их грызть. Вы же потратили на маникюр деньги, вы же не потратили их впустую, верно? Что произойдет? Вы волшебным образом перестанете грызть ногти. Я хочу услышать от вас, как вы преодолели эту плохую привычку. Так, мы говорили о ногтях рук, но давайте поговорим о ногтях пальцев ног. Я понимаю, большую часть времени их никто не видит. Вы носите носки, но если вы надели сандалии или шлепанцы, если вы ходите босиком, ребята, сделайте педикюр. Простой. Все те же правила, что и для ногтей пальцев рук. Лично мне нравятся кусачки побольше и потяжелее, чем для ногтей рук. Существуют также кусачки, предназначенные для более толстых ногтей на пальцах ног. А вообще, вы что, не можете побаловать себя педикюром? Да, мужчина может сделать педикюр. Здорово, когда кто-то может сотворить что-то приличное из ваших ступней, и потом вы будете гордиться тем, как хорошо они выглядят. Далее необходимо избавиться от плохого запаха изо рта. И один из самых простых способов это сделать – пить больше воды. Чистите зубы два раза в день, пользуйтесь зубной нитью. Многие парни забывают о том, что язык тоже нужно чистить. У меня есть скребок для языка и щетка для языка. Это разные инструменты, и я пользуюсь каждым из них один раз в день. И, конечно, не стоит забывать о полоскании рта. Просто прополучите рот специальной жидкостью в течение минуты. Мне нравится жидкость с небольшим количеством фтора. Ну, а если вам понравилось сегодняшнее видео, сделайте мне одолжение и поставьте ему лайк. Так я пойму, что мне нужно делать больше подобных видео. А если видео не понравилось, нажмите дизлайк. Я ценю, когда вы оставляете свои реакции. Так боги Ютуба узнают, что это видео стоит того, чтобы его посмотреть. Давайте поговорим о волосах. Я не собираюсь советовать вам сбривать все, но волосы должны выглядеть ухоженно. Я не буду говорить о волосах на всем теле. Мы говорим только о видимых частях тела. Я понимаю, вы хотите, чтобы у вас на лице была щетина. Это выглядит мужественно, но нужно за ней ухаживать. За бородой тоже нужно ухаживать. Никому не понравится неопрятная борода, которая торчит во все стороны. И, говоря о торчащих волосах, поговорим о волосах, которые растут у вас в носу и в ушах. Волос там немного, но их нужно держать под контролем. Это обязательно, особенно если вы высокий парень. Можно купить кусачки для волос в носу. Они относительно дешевы. Можно купить обычный вариант или электронный. Мне очень нравится электронный, особенно не круглый тип. Также их можно использовать для удаления волос из ушей. Кроме того, вы можете использовать пинцет, чтобы выдергивать отдельные волоски. Если не боитесь боли, вперед. Вообще, плоский пинцет вам пригодится, если нужно вырвать волосы, которые рандомно растут из центра вашего лба. Обратите на них внимание. И давайте поговорим о бороде на шее. Я говорю не о передней части шеи. Я говорю о задней части шеи. Да, о тех волосах, которые растут на шее, если вы 3-4 недели не стриглись. С этой проблемой легко справиться, увеличив время между стрижками. Многие парикмахеры помогут вам с этим бесплатно, особенно если вы постоянный посетитель и клиент. Просто зайдите на минутку, дайте стилисту несколько баксов на чай, и они сбреют у вас волосы с шеи. И для этого не обязательно приходить на полноценную стрижку. Поговорим о привычке плеваться. Знаю, в комментариях люди мне указывали иногда, что я говорю, и у меня изо рта вылетает слюна. Да, такое бывает. Но я понял, что такое происходит всякий раз, когда у меня пересыхает во рту. Если вы увлажняете рот, повторяю, питьевая вода еще и отлично освежает дыхание. Вы будете плеваться меньше, потому что вам просто легче говорить. Также сфокусируйте внимание на произношении. Иногда, если говорить слишком быстро, слюна тоже может вылетать. Нельзя разговаривать и плеваться на людях. Это может случиться, но это вызывает неловкость. Старайтесь этого избежать. Кроме того, плеваться на пол – это тоже вредная привычка. В школе у меня были разные друзья, которые жевали разные вещества и сплевывали слюну на пол. Многие из них курили, многие пошли по неверному пути. Я понимаю, может быть, вы хотите избавиться от какого-то мусора во рту, но даже не думайте делать это на глазах у других людей. Мы сейчас с вами говорим о привычках, которые люди совершают почти бессознательно. Это отвратительные привычки. Если вы так не думаете, напишите об этом в комментариях. Мне эти привычки не нравятся, и я бы попытался избавиться от них, особенно если человек плюет просто, чтобы плюнуть. Если вы хотите избавиться от какого-то мусора изо рта – можете сплюнуть. Но если у вас выработалась дурная привычка – избавляетесь от нее. А что насчет привычки притрагиваться к ширинке прилюдно? Чтобы что-то поправить или почесать? Мне это не кажется чем-то запредельно ужасным. Если у вас раздражение или зуд, стоит на это обратить внимание. Или нужно пойти в туалет и привести себя в порядок. При этом многие парни делают это инстинктивно, без причины. Часто по несколько раз в час. И это скорее привычка, нежели желание справиться с раздражением или зудом. Поговорим о чихании и кашле. Когда это происходит, всегда прикрывайте рот. Звучит очевидно, но до сих пор многие люди этого просто не делают. Если у вас нет носового платка – прикрывайтесь рукой. Если не руки, тогда кашляйте в локоть. Взгиб локтя. На людей кашлять нельзя. Это выглядит ужасно. На днях я прочитал комментарии о том, что выпускать газы более социально приемлемо на людях, чем кашлять на них после всего того, что произошло в мире за последнее время. Я ничего об этом не знаю, но скажу, что просто элементарные манеры очень важны. Носите с собой носовой платок, которым можно воспользоваться. Если вы аллергик, вы хорошо знаете, на что у вас аллергия. Если вы можете чихнуть, носите с собой везде платок. Что ж, какое видео порекомендовать для вас? Как насчет ошибок стиля, из-за которых вы выглядите лузером? Ошибки могут быть печальными, и они отличаются от тех, которые я перечислил в этом видео. Так что, если вы хотите убедиться, что не совершаете ошибок в стиле, посмотрите вот это видео.